Подробности Возможно, они уже не живут в Латвии. Теперь оказалось, что письма получили чуть более чем 3200 человек. На ваш взгляд, это мало, много, сколько и должно было быть? Ну, мы этого, конечно, не хотели. И потому и два раза изменения были еще раз изменены. Это было весной и сейчас в сентябре. То есть государство, по-моему, сделало достаточно много, чтобы все-таки привести к уму людей, которые имеют в Латвии здесь гражданство России и которые отказались когда-то от возможности взять гражданство Латвии. Количество 3000, ну, были даже подсчеты пессимистичнее. Последние месяца все-таки люди больше интересовались своим будущим, но все-таки 3000 с лишним получилось. Ну, это, конечно, у каждого человека своя судьба. И, конечно, еще не все закончено, скажем так. Господин Лидок, я помню, как и в разговоре с нами и в разговоре с нашими коллегами на латвийском телевидении вы очень не хотели бы, чтобы в итоге был повод, в том числе для российской пропаганды, использовать случаи выдворения россиян из Латвии. Вы говорили о том, как это может ударить по имиджу страны. В этой связи я пытаюсь понять, насколько вероятен такой сценарий и каков на данный момент социальный портрет вот этих людей, которым были направлены эти письма. Что это за люди? Каков их возраст? Приблизительно ровно. Разные возраста. Это не скажем, что это только пожилые люди. Это люди в трудоспособном возрасте. Наверное, они тогда взяли гражданство России, чтобы облегчить себе, скажем, контакты трудовые или бизнес-контакты с Россией. Это очень разные люди. Там сказать, что только один пенсионер нельзя. И главное то, что люди, которые не должны были сдавать экзамен, то есть выше 75 лет, активнее всего интересовались получением постоянного гражданина Европы. И там больше 90% подали документы. И эта возрастная группа выше 75 лет, скажем так, там проблем нет. Проблемы есть 65, 60, 70. Ну и мало, конечно, молодежи, но такая трудоспособная возрастная группа, она тоже присутствует. Уточню. То есть есть и молодые люди совсем, да? Совсем молодых очень мало. Очень мало. Но такие 40 лет приблизительно, да, они и есть. Но это какова доля этих людей? Ну, я думаю, у меня сейчас нет, конечно, этих процентов. Они были указаны нам, да, в комиссии. И такое было мнение, что это может быть. И по большой вероятности люди, которые, получив это письмо, знали, что делать дальше. То есть уехать на работу, скажем, в Россию, или в Англию, или куда угодно. То есть эти люди, я не верю, что у них не было решения, другого решения. И я предполагаю, что эти люди тоже полагались на то, что всё-таки идёт, ну, это дело и в нашем суде, в Сатве Смстерсе, да? Они, может быть, полагаются на то, что решение будет нормальное, для них благоприятное. У этих людей в трудоспособном возрасте, я думаю, у них есть работа, по всей вероятности. Она сейчас уже нелегальная, поскольку они не имеют свой, ну, персональный код, они официально работать нигде не могут в Латвии. Но я думаю, что у них есть решение. Но те люди, которые там 70 лет, 65, ну, там, может быть, эти люди просто, просто, ну, сложили руки и говорили, я ничего не могу. Вот как раз по этому поводу хотел бы вас спросить. Вы в самом начале нашего эфира сказали, что государство сделало много, чтобы, в общем, достучаться до тех людей, кто подпадает под эту норму. Но всё-таки существует ведь какая-то вероятность, да, наверное, что определенная категория из тех, кто эти письма вот получает в эти дни, они впервые из этих писем узнают о том, что вот у них возникает такая ситуация. Насколько велика вообще эта опасность? Сколько, как много может быть таких людей, на ваш взгляд? Я думаю, что не очень много, потому что всё-таки очень мало писем вернулись обратно в МОП. То есть письма дошли до адресата. Или, в крайнем случае, для его места жительства, где, может быть, он какое-то время, может быть, отсутствует, но всё-таки до его места жительства, декларированного места жительства, эти письма реально дошли. Но, конечно, исключения из этих всех трёх тысяч, но, может быть, есть какие-то люди, какие-то исключения, но их не должно быть много. Если мы говорим о том, что вот, как вы упомянули, определенная часть этих людей... Скорее, извините, скорее там проблема такая, которая объявилась, что, ну, какая-то доля людей получили эти письма незаслуженно. То есть не было нормальной коммуникации между Центром содержания образования, который принимает экзамен, и ПМЛП. Ну, какая-то информация о людях, которые, ну, пошли сдавать экзамен, да, не сдали, да, но эта информация не дошла до ПМЛП, и они, не получив этой информации, естественно, решили, что эти люди просто, ну, никакие документы не подавали и не интересовались вообще-то значимой экзамена. Но из трех с половиной тысяч человек, ну, я не думаю, что это опять-таки большая-большая часть. Но это все решалось просто звонком и коммуникацией с ПМЛП, и если у человека совесть чиста, он может предъявить документ, что он хоть раз пытался сдавать этот экзамен, ну, то он его может предъявить, и ему вернут все возможности, все IP-коды и все прочее. Простите, а звонка достаточно? Что вы имеете в виду? Я предполагаю, что да. В таких случаях, естественно, ПМЛП интересуется в центре, да, и коммуникация налаживается, и подтверждается, и человеку возвращает все возможности получить госуслуги. Ну, хорошо, какая-то часть... Насколько не информации, то ПМЛП эту проблему действительно очень быстро решает. Какая-то часть, как вы сказали, имели план «Б» и, видимо, не стали предпринимать действия, потому что уехали дальше или вернулись в Россию. Какая-то часть... Или у них такие планы, да. Или у них такие планы, да. Но, допустим, вот сейчас остается очевидно определенная категория людей, которые получат эти письма, и они столкнутся с необходимостью предпринимать какие-то действия. Как дальше будет складываться их судьба? Может ли так получиться, что эти люди останутся здесь и будет какая-то часть из этих 3255 человек останется жить в качестве нелегальных жителей без персональных кодов, без счетов и так далее? Да, да. Я это допускаю. Но во всем мире такая ситуация у многих людей есть. Я думаю, что полна Европа, нелегальных мигрантов. Этих людей, конечно, я мигрантами не считаю, но нелегальное пребывание в каком-то государстве это достаточно частое явление. Но есть, конечно, у этих людей еще несколько шансов. Во-первых, сейчас до середины декабря, ну, в течение этих трех месяцев, которые им даны, они могут, может, опять-таки, ну, объявиться в центре содержания образования и подписаться для сдачи экзамена латышского. Такая имеется еще возможность до середины декабря. Пока, ну, они имеют этот трехмесячный срок. Это обещали, что будет принимать этих людей. Ну, и о своих намерениях тогда сдавать экзамен надо сообщать по МЛП и там уже решать вопрос, может быть, снятие снятия этого статуса нелегала, да. Ну, есть возможность, если здесь есть семья, это есть возможность получить при еще каких-то условиях нескольких, получить временное вид на жительство, которое неблагоприятен, ну, в финансовом плане, да, но дает возможность получать пенсию, которая полагается человеку, ну, возможность платную медицину, конечно, получить, ну, и жить, во всяком случае, легально и готовиться хотя бы к экзамену или, ну, хотя бы тщательно подготовиться, ну, к выезду куда-то в другое государство, да, то есть в Россию. Ну, самое главное, надо интересоваться в ПМЛП, если у человека действительно есть желание здесь остаться, и, ну, и, ну, он готов хоть что-то делать, да. Но я думаю, что самый неправильный вариант это ждать решения нашего САТО-Эсместеса или Европейского суда по правам человека. Это может длиться месяцами и многими месяцами, и за это время многое может случиться, и беда с здоровьем, и пенсию не получаешь, да, пособие не можешь получать. И потому я говорю, что никого не будет сила выдворять из Латвии. Этого не ждите, да. И пусть не ждет и московские, ну, московские рупоры, да, такого не будет, но просто я не вижу, ну, этому человеку никакого будущего здесь. Спокойной старости не вижу. Просто без денег, без работы, без социальных услуг, да, если, конечно, большая семья с большими возможностями, может быть, да. Ну, безусловно, это положение, оно незавидное. Я хотел бы очень коротко, да, сейчас проговорить те версии, которые, да, возникают. Итак, если человек сдал экзамен, то он сдал. Если он не сдавал, то... Если он не сдал, но прошел первый экзамен, и его не удалось сдать положительно, то он должен подавать на ВНЖ на два года. Если он сдает... Нет, 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 нет. Так. ВНЖ на два года он может получить, когда он неудачно пытался сдавать второй раз экзамен. Все, кто пытались сдавать экзамен, они после неудачи получили возможность сдавать второй раз, подписаться на второй раз. И после этого второго раза, да, тогда идет это видно жительство на два года, ну, сохраняя все льготы, ну, то есть все социальные возможности и пенсию, и все прочее. Если этот второй экзамен пропущен, то необходимо обязательно связаться с Центром Содержания Образования, туда написать, наверное, лучше, да, или позвонить для того, чтобы были основания и подтверждения того, что человек занят организацией этого экзамена. Так, да? И при этом это будет основанием для того, чтобы не терять социальные гарантии. Да. Благодарю вас за разъяснение, очень подробные и детальные, как всегда. И, конечно, еще временное видно жительство, которое тоже такое соломинка, за которое уцепиться. Спасибо. Ингмар Слыдак, депутат комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, был с нами на прямой видеосвязи в нашем эфире программы подробностей. Благодарим, что присоединились к нам и всего доброго. Всего доброго. Ну что ж, такие вот новости. У нас появилась какая-то ясность относительно того, как этот закон будет работать, эти поправки к миграционному закону будут работать для тех людей, которые получили или вот-вот получат письма от управления по делам гражданства и миграции. И из этих писем они официально узнают, что, в общем, тот легальный статус, который до сих пор у них был на территории Латвии, он больше не является легальным. Да, ну, будем продолжать следить за тем, как будет развиваться эта ситуация, и будем в том числе заниматься отдельными кейсами, которые возникают. Ну, а сейчас переходим к другой теме. КОНЕЦ